Кабинеты для новой высокотехнологичной техники в травмцентре Сургута начали готовить весну этого года. Пациентам и врачам на некоторое время пришлось потесниться. Однако было ради чего. На новом МРТ уже начали выполнять исследования. Старый аппарат был недостаточно мощным. Он не давал специалистам возможности высокоточной диагностики. Новый трехтесловый. Это четкая визуализация, функциональные возможности и новый спектр. Например, отныне появилась возможность выполнять трактографию. Это исследование проводящих путей головного мозга. Раньше в Сургуте эта диагностика была недоступна. Например, у нас есть у пациента объемное образование. И нужно посмотреть, какие тракты затрагивает. Или какие тракты могут повредиться во время оперативного вмешательства для уже планирования реабилитации этого пациента. Конечно, оптимально будет, если во время этого исследования может быть планировать оперативное вмешательство таким образом, чтобы, зная расположение этих трактов, визуализируя его, и зная расположение между тракторами и объемным образованием, обойти эти тракты. И не затронуть тогда пациенты будут выходить с минимальным неврологическим дефицитом или же вообще без неврологического дефицита. На самом деле это очень сильно влияет на качество жизни пациента, за что мы на самом деле сейчас и боремся. МРТ настроили таким образом, чтобы получать максимальное количество протоколов за короткое время. Это даст специалистам возможность увеличить количество исследований. Кстати, впервые у пациентов травмцентра, которые приходят на магнитно-резонансную томографию, появится отдельный гардероб. Раньше приходилось оставлять вещи на стуле. Теперь для посетителей сделают специальные шкафчики, ключи от которых они смогут брать с собой, не переживая за ценности. Еще одна техническая новинка клиники – компьютерный томограф на 256 срезов. Потрясающе, констатируют медики. Это увеличение скорости сканирования и более точная диагностика можно увидеть больше. Для чего нам нужны перифизионные исследования? Для того, чтобы мы могли понять, а есть ли участки острого нарушения мозгового короборачивания или хронического. Если, допустим, острого мы всегда выявляли при компьютерной томографии обычной, то участки хронической и шемии, они выявляются намного сложнее. Поэтому обязательно нужно знать, как же происходит кровоснажение именно в этих участках. И требуется ли плановое оперативное вмешательство для улучшения мозгового короборачивания именно хронических пациентов. Важные особенности нового МРТ и КТ – грузоподъемность. До 300 килограммов более широкие диаметры труб. У КТ он теперь равен 80 сантиметрам, у МРТ – 70. В стандартных аппаратах диаметр, как правило, на 10 сантиметров меньше. То есть теперь эти исследования будут доступны для полных пациентов. Раньше некоторым приходилось отказывать в диагностике в силу физической комплекции. Еще одна гордость травмобольницы – новенький ангиограф в рентгеноперационной. На сегодняшний день этот аппарат – вершина у нейрохирургов. Таких, как в нашей клинике, буквально несколько во всем УРФО. Здесь появились новые особенности программного обеспечения, которые дают нам те возможности, которых раньше не было на этом аппарате. Возможно совмещать с КТ и МРТ ранее полученными изображениями. То есть слияние делать картинок. И это позволяет тоже расширить наши возможности в плане планирования операции и их проведения. Ждет два аппарата и рентген-кабинет. Новые будут отвечать современным стандартам. Это минимум излучения. Всего же в Сургутской клинической травматологической больнице в год выполняют более 180 тысяч исследований. Больше всего рентген – около 140 тысяч. На втором месте КТ – примерно 23 тысячи. На третьей строчке МРТ – от 7 до 10 тысяч исследований в год. Еще около 3 тысяч делают на ангиографе. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости.